Юнит экономика. Это такое на самом деле страшное и пугающее слово. Оно волнует многих и многие стартаперы реально обращаются ко мне с просьбой Никита посчитай, помоги, подскажи по юнит экономике. Я решил записать этот ролик, чтобы рассказать вам на самом деле, что это действительно довольно просто, как это работает, дать ее основы и просто упростить вам жизнь, черт возьми. Но перед тем, как мы начнем, обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк. На самом деле это очень важно. Чем больше подписок с вас, тем больше такого топового контента с меня. Вначале пару слов, почему я могу смело говорить на эту тему, потому что я строю стартапы с 2015 года, а в интернет-противляю себя с 2013. И в принципе я свел уже не один десяток юнит экономики, свел ее, скажем так, в плюс. Чаще всего люди приходят с запросом, что либо что такое юнит экономика, для того, как вам нужно привлечь инвестиции, либо когда вам нужно свести юнит экономику в плюс. Давайте вначале разберемся, что такое юнит экономика вообще вот как фундамент. Юнит экономика чаще всего используется в сервисных моделях. Это условное, знаете как, это умное слово, умное название полноценной вашей воронки продаж. Но где условно нету полноценного продавца, а где продажу осуществляет ваш сервис или услуга. Давайте на примере мобильного приложения любимого или там, например, какого-нибудь сайта. Давайте мобильного приложения будет просто, вот все же выскачиваете мобильные приложения. Вот смотрите, что такое воронка юнит экономики. Например, первый уровень, что ваше мобильное приложение показывается, то есть его ежедневно видит, не знаю там, давайте для простоты, тысяча человек. Из этих тысячи человек, 200 человек заходят на вашу страницу продукта. То есть вот когда вы заходите там на страничку продукта какого-то мобильного приложения. И дальше из этих 200 человек, еще 100 человек скачивают это мобильное приложение То есть фактически мы с вами получили первый этап полноценной юнит экономики То есть условно, когда мы видим с вами, что наше мобильное приложение видит 1000 человек 200 человек заходят на страницу продукту, 100 скачивают Но самое интересное, конечно же, появляется тогда, когда у вас там появляются деньги Дальше вы понимаете, что из этих 100 человек, которые установили ваше мобильное приложение Еще 10 совершают покупку То есть 1200, 100 человек и 10 человек совершили покупку Добро пожаловать, вот ваша юнит экономика И фактически, что вы в этой математике можете делать? Вы можете управлять различными конверсиями и воронками Вы можете влиять на то, что из 1000 человек, которые посмотрело ваше приложение Зайдет на страничку не 200, а 250 Вы можете ухудшить и сделать, что из 200 человек, которые зашли на вашу страничку Может скачать это приложение не 100 человек, а 50 Возможно, разный момент Можете сделать так, что из 100 человек, которые заходят в ваше мобильное приложение И устанавливают его, покупают не 10, а, например, 20 Фактически вот, вот что такое юнит экономика Это банальная воронка продаж Которая использовалась всеми Всеми, не знаю, там, продавцами, бизнес-молодостью, всем кем угодно Раньше в более традиционных бизнес-моделях Где появляется уже понятие такое, как продавцы, конверсия, продажи и прочее Все, вот ваш юнит экономика Как свести ее в плюс? Это уже очень интересная задача Это я помогаю людям на формате персональных консультаций Очень, ну, где-то что-то подкрутить Но здесь есть очень интересные модели Что вы можете регулировать всеми вот этими колоночками Всеми вот этими переменами, которые у вас есть И просто даже повышая так называемую конверсию Да, то есть изменяя Ну, скорее всего, вы раз занимаетесь юнит экономикой, да То вы знаете, что такое конверсия Изменяя конверсию, например, в install Сохраняя конверсию из install в оплату Вы плюс-минус, как бы, уже делаете положительный кейс Положительная юнит экономика Это тогда, когда ваши расходы на маркетинг На рекламу На, например, вот эти вот 100 установок Они меньше, чем та сумма денег Которую вы получаете из вот этих 10 продаж Окей? Это называется положительная юнит экономика Когда бюджет, условно, на рекламу, на маркетинг Он меньше, чем сумма денег, которую вы заработали Отрицательная юнит экономика Это когда вы жгете кучу денег в рекламу А на выходе у вас, соответственно, очень мало продаж И вот здесь уже нужно крутить, вертеть и что-то дорабатывать Дальше Сама южная юнит экономика состоит из более модных выражений Таких, как арпу, арппу, лтв и прочее То есть, скажем так, для того, чтобы вам считать полноценную юнит экономику И на самом деле можно будет в вашем случае Еще в сервисной модели, в бизнесе мобильных приложений Свести в две простых цифры Ваша юнит экономика будет составлять два параметра Как? Это Customer Acquisition Cost Стоимость привлечения клиента Фактически для вас это стоимость одной покупки Вашей услуги, сервиса там или чего-то еще И второе понятие это LTV Это очень важный показатель Потому что вы не должны мыслить категориями разовой продажи Разовая продажа для сервисных моделей, для мобильных приложений Это тупик, который не ведет никуда Потому что очень часто бывает, что ваш юнит экономика может выглядеть так Что ваш как? Стоимость привлечения клиента, например, составляет 10 долларов А в первый месяц, а может быть даже во второй месяц Вы зарабатываете с клиента всего 8 долларов или 6 долларов Но вы понимаете, что на горизонте, например, года или 6 месяцев Или там, не знаю, через 3 месяца Вы можете сделать ваш юнит экономику положительной Потому что клиенты, которые пришли к вам и купили один раз Останутся дольше с вами Их так называемое LTV Количество денег, которые они принесут вам за время своей жизни Превысит ваш как? Ваш Customer Acquisition Cost Еще раз Юнит экономика это реально просто Не нужно заморачиваться Дальше вы будете строить финмодели, таблички и прочее Но юнит экономика это всего лишь Если не берите вот эти 4 параметра Из которых состоит ваш юнит экономика Ваша воронка продаж Это два показателя Как Customer Acquisition Cost и LTV Количество денег, которые вы заработаете с клиента за все время жизни Если вам зашла эта тема Обязательно подпишитесь на канал Пишите комментарии И если вы хотите узнать больше про LTV Что это такое, как на это влиять Возможно у вас еще какие-то вопросы Обязательно спрашивайтесь, не стесняйтесь И главное, занимайтесь тем, что вы любите Потому что то, что можете сделать вы Не сделает никто Пока